Ну, сегодня будет жарко и интересно. Первое, что я хочу сказать, я никого не лечу, никаких советов не даю. Я вам просто-напросто рассказываю, с какими проблемами столкнулся я в излечении, ну, как минимум, где-то около 12 опухолей, которые у меня были в толстом кишечнике, простате и, так сказать, присутствовали еще в других органах. Первое и самое основное. Если же вы уже встали на путь исцеления, как я для себя решил, для меня врачи умерли, потому что я не верю в то, что меня кто-то может вылечить, я не верю в то, что фармацевтические продукты, продукты фармацевтики могут мне помочь, и я это знаю прекрасно, это мое личное, будем говорить, да, осуждение. Поэтому я вам буду рассказывать, какие трудности, как я себе представляю, существуют при самоисцелении. Первое, чего я не мог знать, но теперь знаю, это очень большое количество времени и сил, которые надо на это потратить. Это первое. Итак, первое – это время и силы. Второе заключается в том, чтобы сохранить баланс между очищением организма и попытаться в этой всей кутерьме еще и выжить. Почему? Дело в том, что когда мы начинаем очистительный процесс, продукты распада попадают в кровь. Все это, естественно, фильтруется в печени, ну и в селезенке, и в почках, и организм иногда не выдерживает. Это, конечно, все на руку официальной медицине, она говорит. Ну что, родственнички, доигрались? Умер, да? Умер. А потому что вот не так. Однако, этот баланс очень легко, с этим балансом очень легко разобраться. Первое. Если у вас есть воспалительный процесс, значит, процесс пошел. Что входит в исцеление? В исцеление входит, прежде всего, работа иммунной системы по убийству вот этих всех гадов, которые находятся у вас внутри. То есть, если начался воспалительный процесс, а это температура, это боли, это насморк, это выделение гнойное, откуда угодно, из пазух, из уретры, из простаты, из толстого кишечника, из ушей, из глаз, ломки, страх, ужас перед этим всем. И вот это вот само незнание по себе, чем это все может закончиться, это, конечно, очень серьезное препятствие. Следующий вопрос. Как я себе это представлял и как это получилось? Основная задача выжить во всем этом. Это сложный вопрос. И каждого человека, который, не дай Бог, решил заняться самоисцелением, вы должны свято верить в то, что вы делаете, и целиком и полностью положиться на себя, а не вот это вот, а не получается, не получается. То есть, вы для себя решили, вы должны это делать. Все это я вам рассказываю, потому что в свое время без книг Лебедева я ничего бы, я бы сейчас уже не был живой. Но так как я сейчас живой и чувствую себя лучше, чем в детстве, то поэтому я вам рассказываю, для чего, чтобы вы поняли, процесс этот тяжелый, процесс этот очень длительный, процесс этот очень мучительный, потому что будут неоднократные кризисы. Эти кризисы будут наслаиваться один на один. Я могу вам сказать только одно. Например, если мы берем очищение кишечника, да, то у меня 50 дней был понос. 50 дней я ничего не мог сделать. Если мы берем очищение, предположим, организма, кризисов, когда я лежал, дней, которые я лежал, они, конечно, за все время, они, конечно, уложатся в огромную сумму дней. То есть, я не мог просто-напросто встать и ученица за мной ухаживал. Поэтому дальше я в следующих видео буду более конкретно это все рассматривать. Но просто я вас готовлю к этому, да, я рассказываю. Вы берете на себя большую ответственность. И если вы ее берете, значит, вы должны быть готовы к экстраординарным, выходящим за рамки понимания нормального человека. То есть, это в любом случае уже не шуточные дела. Но они дают результат. Мне дало результат. Я не знаю, как это случится с вами. Ведь проблема заключается в том, что даже если, предположим, какой-то искусственный лекарь начинает заниматься человеком, да, но надо еще и желание сверхъестественное того человека, да, который для себя решил, что он хочет вылечиться, а не просто отдать себя на растерзание медикам. Потому что кроме денег, максимум в хирургии они ничего не умеют. Соответственно, получается следующее. Самое страшное – это ожидание непонятно чего. На этом я хочу закончить сегодняшнее видео. И дай Бог вам здоровья.